Сегодня мы находимся в гостях у наших будущих партнеров. Как вы видели в прошлом видео, что мы обсуждали вопрос, связанный с изучением английского языка и с увеличением, расширением виз. То есть в данный момент неиммиграционные визы сейчас находятся под знаком вопроса, как новая политика Трампа выжесточила получение неиммиграционных виз. И мы хотим сделать больше иммиграционных виз, но для этого нужен английский язык. Мы нашли ребят, которые на Пхукете занимаются английским языком. Тут появилось ноу-хау, как раз хотели рассказать. Виктор, скажи, пожалуйста. Как бы я никогда, у меня нет филологического образования. Я никогда не планировал заниматься обучением языка. Я смотрел в школе на тех, кто разговаривает на английском, как на небожителей. Потому что Present Perfect и вот эти все ужасы, это было очень тяжело, и казалось, никогда его не освоил. Когда сюда приехал? Когда это было? Это было 4 года назад. Первые 2 года я бездельничал, грубо говоря. Потом я понимаю, что без языка никуда нельзя вступить, ни шагу, грубо говоря. Язык, это такая штука, английский язык, которым владеют все нации практически. Японцы, корейцы, даже тайцы, все разговаривают на английском языке. И я помню, когда был на концерте Стинга, он что-то, реплики какие-то кричал в зал, все смеялись, парировали, что-то выкрикивали в ответ. И мне стало тогда стыдно. Я просто хихикал, сидел, потому что мне тогда, как бы, меня чуть-чуть задело, что почему мы такие люди, которые знают Достоевского, Пушкина, не в состоянии выучить английский язык. С настойчивостью, которую подчеркнул из миссии, я уже пенсионер, да, военный, я начал изучать все методики, да, как бы, расчет сил и средств делать. То есть я смотрю и начинаю проверять на себе, да, методика. Через месяц вы будете уже говорить, думать на английском. Ерунда. 10 книжек купил, выбросил. Закачал приложение, 30, ну, просто я уже не жалел деньги, я пошел ва-банк. Не работает практически ничего. Но по крупицам начинает складываться картинка. И потом я понимаю, что слов не так много, которые нужно учить именно, сама структуру языка. Я просто снял дом для английской семьи, поселил туда семью из Англии. Это было здесь. Да. Я начал жить с ними. То есть, забегая вперед, скажу, что когда люди хотят учить английский язык, есть несколько этапов. Я куплю книжку и буду учить английский язык. Книжка без звука, без света, без остальных моментов. Нет, нет, нужно на курсы пойти. Следующий этап, нужно на курсы пойти к носителю. Нет, нужна языковая среда. Я в языковой среде Таиланда 4 года. Я не знаю по-тайски ни одного слова. Изыковая среда ничего не решает. Да, есть много предложений. Поедете в Европу, в Англию. Никто не будет, поверьте, разговаривать с вами в Англии. Даже здесь, в Таиланде, не особо с вами будут разговаривать, если вы учите тайский. Вы потратите огромное количество денег, допустим, не получив результат. Новое разочарование, новое самокопание, самобичевание. Мозг, когда разочаровывается, ему это не нравится. Здесь я увидел, что здесь те же самые англичане, которые в Англии. Но здесь все в 10 раз дешевле, проще. И они более... Им тоже надо как-то здесь жить. Они не у себя на родине, они более сговорчивы. Так скажем. Вот я посеял эту семью из Англии в дом и начал с ними жить. Просто наблюдать за ними, слушать, задавать вопросы, не стесняясь. Потому что я им платил деньги. И мы ездили с ними в магазин, в кафе. И я понимаю, что наш язык академический сильно отличается от реального языка, который используют англичане. Это буквально 200 слов. Их разные комбинации дают вот эту базу. Мы учим про положение чернокожих в Африке, права, какие-то демонстрации промышленной революции, индустриализация, географическое положение Лондона. Мы не можем сказать застилать постель, мыть посуду, причесываться. Ты не можешь говорить на какие-то темы, не пройдя все этапы эволюции. То есть у нас идет все стоп на голову. Телега впереди лошади. То есть если вначале ребенок слышит, подражает целофразой, потом что-то меняет, импровизирует и потом кайфует, когда он... Это дом, который я снимал для англичан. Так как я жил недалеко от британской международной школы, где училось много детей, этот дом потихонечку превратился в клуб любителей английского языка. Туда стали собираться люди. Они там какой-то взнос просто платили как чаевые, грубо говоря. Пили чай с англичанами, общались на разные темы. Там я начал пробовать уже первое занятие. Испробовав очень много методов, перешел к тому, что быстрее рифмы, облаченные музыку, невозможно быстрее выучить и лучше запомнить. Это и есть ноу-хау, который было... Да, но это не то, что даже ноу-хау. Да, многие скажут, чем отличается от других песен. Можно учить песни, просто английские песни брать и учить. Пожалуйста, говорю, учите песни Логутенко или Земфиры. Кот-кота, ниже живота и сразу через три дня закончится обучение. Или там Владимирский центральный, Ветер Северный, этапами стивилизма, они мерены. Все вот эти моменты. Когда я писал песни, то есть я понимаю, что надо писать песенки и учить именно песнями. Это вполне посильная задача. Кто говорит, что Филипп Киркоров не очень талантливый человек, но у него репертуар 400 песен. Он их знает, потому что он их поет. Если бы он просто слушал, он бы никогда их не спел. То же самое, здесь надо выучить 30 песен. То есть я... Есть основа вашей технологии. Да, я уже говорил о том, что... Приятие с помощью... Да, когда я понимаю, что язык-то не такой, как мы думаем, не миллион слов. Это база, 500 слов, 200 плюс 100 и разные комбинации дают 500 слов выражения устойчивых. Вот их надо учить. А сколько общих слов? Я занялся статистикой. Я смотрю, опа, 6 тысяч слов, это 99% речи. Все остальные миллион, это только 1% речи. И вот надвигаем, он нам не нужен, мы его поймем по контексту. Эти 6 тысяч слов в устойчивых выражениях, которые часто я слышал, я начинаю вставлять в песни. Для себя это делал, чтобы учить. Потом это стало превращаться нечто большее, когда начал учить рассказывать друзьям. Это потом превратилось вот в этот клуб английского языка, куда стали собираться люди. Там вот эти англичане поддержали эту идею первоначально. И стали говорить, да, что это работает. И постепенно мы выросли из этого клуба. То есть захотелось сделать что-то большее. Вот. И там было не совсем удачное местоположение. К этому времени методом проб и ошибок это превратилось уже в некий метод обучения. Была подключена студия звукозаписи, где певцы из Лондона красивым голосом, с правильным произношением, пели эти песни. Потом у нас пошли разногласия с англичанами, потому что они казались непрофессиональными учителями. И тут маленькая деталь. Носитель языка это еще не панацея. Если вы преподаете русский в африканской школе, и студент спросит вас, товарищ учитель, а часть, соответственно, какая часть речи? Или что-нибудь такое? Как правильно произносится? Феномен или феномен? Вы не можете сказать, я не знаю. Говорите неправильно. Очень часто носители языка делают такие вещи. И я, поймав их несколько раз на ошибках, вдруг понял, что причина во мне. Я нанял мне учителей учить языку. Я беру после этого и сам поступаю на курсы для учителей. Там я знакомюсь с профессором Дэвидом Леви. Здесь, на Фукете, опять же. Профессор Дэвид Леви, который 25 лет учит учителей, ознакомившись с этими идеями, очень меня сильно поддерживает и вдохновил. Это был мой очень большой вдохновитель. Он сказал, это очень интересно, это работает. Он дал мне несколько советов, как структурировать всю эту систему, чтобы она имела начало. То есть я понял, какие свои главные ошибки, которые были в клубе. Должен быть план, стратегия и определенная последовательность, нехатичность. Департамент образования Таиланда признал этот метод. Мы получили признание, лицензию и открыли школу. Сколько существует школа? Уже третий год. Второй год, два года. Я знаю, что у вас знали, какие-то клиенты были, да? Можете рассказать? Посчастливилось познакомиться с паралимпийской сборной Российской Федерации. Они здесь тренировались? Да, они здесь тренировались. Мы подружились, и это как-то перетекло, что я стал проводить занятия. Сейчас мы ждем его в гости. Мы это продолжим, потому что им самим очень понравилось. Какой вопрос. Какие планы на будущее? Я знаю, что есть продолжение. То есть школа – это начало. Вы планируете открыть еще одно образовательное учреждение? Это как бы... Если они смогут жить. Да, это некий вызов, может быть, в системе обучения. За последние 10 лет мир человека очень сильно изменился. За 20 лет. У нас появились, помните, пейджеры, смс-ки. Да. У нас сейчас нет времени сказать «Привет, как дела?». У нас нет 5 лет, чтобы учить английский. То есть машины поменялись, сотовая связь поменялись, скорость информации поменялись, классы остались те же самые. Книжки не цветные. Учебник, ученик, доска. Берем просто занятия. Например, на 21 своей песне я поехал, сдал бизнес английский в Бангкоке с первого раза, без подготовки, только на 725 баллов, что дало мне право получить разрешение на работу в качестве учителя. Но при этом я не делал упражнений, я не посещал курсы какие-то специальные для этого. Я задумался, нужны ли упражнения. Из чего состоит урок английского языка в обычной школе? Ты приходишь проверять домашнее задание первые 10 минут. Потом кто-то выходит к доске, потом мы читаем. И говорите на английском, максимум 5 минут за урок. Это если повезет, 5 минут за урок. Вы слышите свой голос на английском языке. А тишка о том, чтобы воспринимать на слух, надо научиться говорить. Тогда ты начнешь слышать, что ты воспринимаешь. Что ты говоришь, ты начинаешь опознавать в речи людей. 3 раза в неделю ты слышишь свой голос 15 минут. За месяц ты слышишь свой голос час, если тебе повезет. Выкиньте каникулы, за год ты слышишь свой голос 3 часа. Вот тебе английский язык. Песнями ты слышишь свой голос 3 часа в день. Так, ладно, сейчас мы открываем не имеющих аналогов. Кампус, где будет полное погружение в английский язык. Там будет все лучшее, что мы сейчас имеем в школе. Это сама система. Постоянное прослушивание. Отдаем именно, почему говорят на лечении так или иначе. И там будет полное погружение в языковую среду. Там будет запрещено говорить по-русски. Типа штрафов, да. И вообще не будет все проходить на английском языке. Там будут аниматоры, носители языка, которые будут подсказывать. То есть пойдем вместе покушаем, вместе жарим шашлыки. Как ты себя чувствуешь? Учеба не должна восприниматься как учеба. Она должна восприниматься как игра и развлечение. Только так вы можете обмануть свой мозг. То есть мы всегда гонимся за удовольствием. Кто-то это делает, прыгая там с поезда на поезд. Кто-то это разгоняется на мотоцикле. Кто-то играет в игровые автоматы. Кто-то ест бургеры. Мы все гонимся за удовольствием. Вот там мы сочтем удовольствие и обучение. И вы сами не заметите, как английский станет неотъемлемо участие в вашем сознании. Отлично. Вот интересует скорость. Ребята, например, хотят очень быстро подготовиться на интервью по иммиграционным ризам. За сколько? С нуля можно будет сюда приехать и уйти уже от подготовки. Здесь соглашусь со словами Суворова. Простота, быстрота, натиск. Решение сбоя это не дни и недели, это часы и минуты. В данном случае мы говорим о 29 днем. 21 день, но можно сделать и за 14. 21 день это то необходимое количество времени, чтобы выстроить новые нейронные соединения в вашем мозгу. То есть, чтобы английский стал таким же, такой базой, которая... То есть, здесь вся технология строится на автоматизмах и на контурах. Да. То же самое, что вождение автомобиля. Ты переводишь грамматику в спиной мозг, в автоматику. Бокс. Ты учишь, потом ты сам не знаешь, как ты это сделал, допустим. Да, но это просто автомат. Да. И то же самое язык, это тоже автоматизм. Это мышечный рефлекс, мышечная память. Которую нужно просто записать. Которую оперативной памяти. Долговременной, да. И выработать, да, в медном постоянном повторении. Сегодня мы, кстати, были на первом занятии, на программе. У нас все очень понравилось. Мероприятия, ближайшие, которые... Да, мы, кстати, хотим пригласить вас на торжественное открытие нашего кампуса. Там будет весело, будет здорово. Там будет вертолет, подводные съемки, бассейн, барбекю, шашлыки с носителями языка. Вы окунетесь в атмосферу Englishwood'а. Наш канал, вот этот наш сайт, висейдефисвиза.ком, в нашу группу Facebook, ВКонтакте. Всем всего доброго. Спасибо. Проказ. Субтитры сделал DimaTorzok